Всем привет! Вы на канале Сергей Аганчаренко. Сегодня у нас на обзоре горячая новинка от бренда Transmart. Это новая колонка, которая только-только поступила в продажу и имеет очень-очень классные, интересные характеристики и возможности, которые не свойственны колонкам такого размера и такого формата. В целом, это новинка Transmart от бренда Mirtune S100. А чем она уникальна? Я уже сказал, что для такой колонки не характерны такие вот возможности. Если я вот сейчас поставлю вот эту вот большую колонку, которая раза в 3, в 4 или в 5, может быть даже больше, она практически такая же по возможностям и характеристикам, как и вот эта вот колонка. Но она меньше, она легче и, конечно же, она дешевле. Если интересно, давайте саживайтесь поудобнее, посмотрим на Transmart Mirtune S100. О комплекте поставки говорить мы не будем. Единственное, что скажу, что в комплекте есть вот такой Type-C кабель для зарядки. На этом все. Инструкции, гарантийные талоны, конечно же, также присутствуют. Ну, давайте теперь ближе посмотрим на саму колонку. А ручка делает вот так вот, и она становится еще более компактной. Ну, и точно так же вы ее можете достать, и этого более чем достаточно для ее транспортировки и переноски. Первое, на что стоит обратить внимание на материалы, и они примерно такие же, как и у более дорогой колонки. Это тканевая сетка, которая расположена на фронтальной и на тыльной части. А вот центральная часть выполнена из матового пластика. Ну, и нижняя часть, здесь резиновая вставка, на которой есть технические характеристики этой колонки. Ну, и плюс ко всему, вот эта вот резиновая вставка очень хорошо для расположения на какой-нибудь ровной поверхности, на столе, например. Ну, и плюс ко всему, уверенно, колонка будет стоять и не будет двигаться. А самое интересное, что благодаря такой вот подставке силиконовой еще и бас и вибрации будут передаваться на поверхность, на которой расположена эта колонка. Ну, например, на тот же самый стол. Если же говорить по кнопкам и элементам управления, то на верхней части кнопка включения, кнопка подключения и переключения между устройствами Bluetooth. Фирменная кнопка Sound Pulse. Это эксклюзивный эквалайзер, который, ну, неплохо так улучшает и звук, и качество звука, да и в принципе, как по мне, это достаточно стоящая вещь. Далее вы сможете увидеть расположение индикаторов работы. И первый светодиод – это состояние и работа данной колонки. И последующие пять светодиодов показывают процент заряда этой колонки. Ну, и здесь точно так же регулировка громкости работает также для переключения следующего предыдущего трека и кнопка запуска воспроизведения или паузы. Сразу же о самых основных плюсах колонки точно хочется сказать. Это габарит этой колонки, а размеры здесь в действительности она для своей категории возможностей, мощности, да и в целом характеристик очень-очень даже компактные. Размеры 25 на 12 и на 11 сантиметров. При этом вес составляет всего 1,2 килограмма. Ну, а для того, чтобы вы понимали, то в сравнении с смартфоном, то, как вы видите, смартфон где-то до 20 сантиметров, то, как вы видите, колонка немного длиннее, чем смартфон. Ну, а высота, а высота как минимум раза в два меньше, нежели сам смартфон. Так что имейте в виду, что это достаточно-таки небольшая, компактная и не тяжелая колонка. Но, естественно, это не просто Bluetooth-колонка, а еще более функциональное устройство. И если посмотреть на заднюю панель, под заглушкой резиновой мы можем найти Type-C порт для зарядки, обычный USB-порт. С помощью этого порта вы точно так же сможете заряжать любые другие устройства. То есть, по сути, здесь очень хорошая батарея и данная колонка может работать как пауэрбанк. Соответственно, что? Ну, например, где-то в походе в прогулке на пляже в лесу или еще где-то на природе, вы можете подзаряжать ваш смартфон, при этом одновременно использовать колонку. То есть, возможности, опять-таки, очень даже неплохие. Также здесь присутствует слот для карт памяти. Вы можете просто подключать карту памяти и прослушивать музыку с карты памяти. И, соответственно, закрываем заглушку и получается, что пылевлагозащита здесь будет присутствовать и стандарт здесь очень даже неплохой. Также есть возможность подключить AUX по кабелю к вашему смартфону или любому другому устройству и кнопка сброса. Еще из дополнительных приятных моментов хотелось бы отметить, что на боковых гранях есть подсветка, которая меняется, которая настраивается. Через приложение это все можно будет настроить. Плюс ко всему, одновременно можно подключать несколько колонок в сеть для максимального объема, для создания более громкого объемного стереоэффекта. Ну а Bluetooth здесь установлен в версии 5.3. Соответственно, здесь стабильное соединение. Я легко могу уходить в другую комнату и колонка по-прежнему будет играть. Ну и плюс такого Bluetooth это еще и хорошая автономность, о которой мы чуть позже поговорим. Ну и плюс ко всему, приложение к этой колонке также присутствует и есть здесь дополнительные некоторые возможности. Во-первых, вы можете посмотреть детально процент заряда батареи. Также настраивать громко. Здесь вы можете переключать треки. Но если перейти в настройку эквалайзера, то здесь есть немаловажные изменения. Во-первых, Sound Pulse это эксклюзивная настройка или точнее даже пресет эквалайзера от Transmart. И в реальности получается звук более насыщенный, объемный, немного громче, но он значительно приятнее. То есть чаще всего или практически всегда я использую вот именно эту настройку. Далее здесь есть возможности других шаблонов и пресетов. Ну и плюс ко всему есть возможность настроить самим более детально. Вы сможете сделать побольше высоких частот, побольше низких частот. Здесь для более простого восприятия сразу же написано, где какие ползунки отвечают за бас, средние частоты и высокие частоты. Можно все сбросить и включить Sound Pulse. Это реально работает неплохо. Ну и плюс ко всему настройки. В настройках есть возможность переключаться между источниками. Соответственно Bluetooth, когда подключается к смартфону любому другому устройству. Соус-помогательный это AUX, microSD карта или флеш-накопитель USB диск. Это все здесь будет работать. То есть возможности по воспроизведению множество. Также стереосопряжение с одной такой же колонкой. И вы также можете настроить здесь, как будет отображаться подсветкой, как будет работать. Если выключить свет или просто приглушить, то смотрится очень даже неплохо. Можно создать определенное настроение и определенную атмосферу. А вот стандарт защиты, как заявляет производитель в этой колонке IPX7. И это круто, классно, потому что опять-таки тот же производитель Transmart говорит, что здесь есть полная защита. Соответственно данная колонка будет защищена не только от брызг воды или какого-нибудь дождя. Она по сути не боится и погружения в воду. Потому что IPX7 это как бы довольно-таки хороший стандарт защиты. Другой вопрос. Я бы наверное плавать с этой колонкой и нырять не стал бы. Вполне вероятно, что может быть такое, что она может не выдержать. И поэтому я бы не рисковал однозначно. Ну а вот брызги, дождь у бассейна, на природе. Вот это вот точно этой колонке будет нипочем. К слову, я например могу в душ, в ванную брать эту колонку, включать музыку. И просто наслаждаться душем или же в ванной. И без проблем данная колонка может работать. Ну а к слову, для сравнения опять-таки, вот эта вот большая колонка хуже по защите, чем вот эта вот маленькая. Здесь, если я не ошибаюсь, IPX6. И здесь как раз больше по поводу брызг и дождя, нежели в каком-то более глубоком погружении. Соответственно, если вы уроните вот эту вот колонку где-то там в лужу или в бассейн и быстро достанете, вполне вероятно, что она останется жива. Просто не забывайте, чтобы заглушка была постоянно закрыта. А теперь один из самых главных параметров это звук. Здесь установлено 5 излучателей. 3 активных, которые расположены на фронтальной части. 2 по 10, это более такие, скажем, высокочастотные. И 1 низкочастотный 30-ваттный по центру. И 2 пассивных, которые расположены вот здесь, вот по МПК. В итоге 5 излучателей. Звук, как заявляет производитель, 360 градусов. Многие-то, конечно же, мы понимаем, что все условно. Показывать через YouTube, через видео, через камеру, микрофон, камеры, звук сейчас просто глупо. Все равно вся эта цепочка техники, камера, микрофон, интернет и YouTube не смогут передать того качества. И не сможете вы так воспринять, как в реальности звучит эта колонка. И здесь стоит, конечно же, только опираться на чье-то личное субъективное мнение. По моему мнению, здесь очень-очень хороший и, я бы даже сказал, наверное, шикарный звук. Во-первых, для вот этих вот габаритов. Во-вторых, для такого веса. А в-третьих, для этой ценовой категории. Ну, во-первых, производителям заявленная мощность здесь 50 ватт. 50 ватт в килограммовой колонке, которая, ну, вот, не намного больше, чем моя рука. Ну, вот, обратите внимание. Это размеры большие? Нет, конечно же. А здесь 50 ватт. Ну, и на секундочку, вот это вот Bang, которую я уже показывал, который есть у меня обзор этой колонки. Посмотрите, разница, да? Колоссальная. А здесь, как вы думаете, сколько по мощности? А здесь 60 ватт мощность, а здесь 50, а здесь 60. Вы можете сказать, что это, конечно же, маркетинговый ход. Отчасти, возможно, но только отчасти вы будете правы, потому что звук здесь, конечно же, будет немного тише, немного проще, нежели в этой большой колонке. Но он все равно шикарный. И плюс ко всему, мне нравится то, что здесь силиконовая ножка, и когда будет установлена на какой-то ровной поверхности по типу стола, еще стол будет просто резонировать и больше передавать бас, что будет усиливать звук и будет усиливать низкие частоты. И это звучит круто. Например, вот эта вот колонка таких возможностей не имеет. Почему? Да просто потому, что здесь нет таких силиконовых ножек. Здесь как будто бы просто плотный пенопласт получается, да? И так басы эта колонка не передает поверхности. А вот это вот очень хорошо передает поверхности еще и бас. Соответственно, за счет этого также присутствует кое-какое усиление. Запас громкости здесь точно также отличный. В помещении я очень редко устанавливаю громкость выше 50%. Зачастую этого достаточно, даже более чем достаточно для помещения, для дома, для квартиры. А вот если вы уходите где-то на улицу, на какую-то активность, на прогулку, в лес, на пляж, где-то на природу, то там уже можно и 70, и 80% громкости устанавливать и пользоваться. Там этого точно также будет достаточно для того, чтобы хорошо и весело провести время. Но не забывайте, что по частотам, по эквалайзеру можно настроить все вручную. Но вот этот вот Sound Pulse, фирменный эквалайзер от Transmart, реально рулит. Он очень-очень даже приятный. Ну и, конечно же, автономность. Здесь Transmart превзошли сами себя и даже превзошли множество своих других колонок, более дорогих и более премиальных. Так вот, внимание, просто приготовьтесь и вдумайтесь. Емкость батареи у этой колонки составляет 8000 мАч. А теперь смотрим сюда и видим, что мы видим? Ничего мы не видим, видим размеры. И по размерам вот эта вот колонка, посмотрите, все-таки реально настолько она больше. И здесь емкость батареи составляет 10 000 мАч, а здесь 8. Посмотрите, настолько она меньше. Круто же? Ну, конечно, да. И здесь производителям заявлено время работы до 20 часов, а вот здесь до 15. 20 и 15. Круто? Конечно же, круто, как минимум. Потому что, ну, здесь размеры, ну, знаете, ну, несопоставимы. Здесь, наверное, где-то 4 вот таких колонки в одной вот такой вот колонке. А автономность здесь лучше и при этом мощность не намного меньше. И автономность классная, и батарея хорошая. 20 часов. А теперь на минутку, что такое 20 часов? 20 часов это практически полные сутки может работать вот эта вот колонка. С самого утра и практически до следующего утра. А если громкости еще будет и не на максимальных уровнях, то, конечно же, проработает может быть даже больше, чем в сутки. И, к слову, скажу также, что если выключить подсветку, автономность может немножко еще больше быть. Потому что подсветка все-таки также свое немного берет. Поэтому, если вы слушаете эту колонку днем, при ярком освещении, то подсветка здесь, ну, не нужна. В моем же сценарии использование получалось где-то так, что непрерывно она может проработать около одних суток. И я использовал эту колонку где-то до 4 дней от одного заряда при смешанном режиме использования. Это когда музыка, это когда видеоролики, это когда я, например, монтировал видео и подключал вот эту вот колонку к ПК или же ноутбуку. Ну, а полностью она заряжается за 4,5 часа. Ну, вот по выводам мне осталось только сказать, что в очередной раз Transmart очень приятно удивляют своими колонками. И я и дальше буду пользоваться вот этой вот крохой, вот этой вот интересной классной колонкой с большим удовольствием. Еще знаете, что удивляет? Удивляет то, что как они все-таки смогли впихнуть в такую небольшую, компактную, маленькую и легкую колонку отличный звук, отличный функционал и просто феноменальную автономность. Здесь, знаете, они превзошли многие свои модели и мало чем уступают некоторым из самой дорогой линейки больших колонок Transmart Bank. Как я и сказал, вот эта вот огромная большая колонка, которая, ну, мало чем лучше, по многим параметрам хуже, чем вот эта вот малышка. Все ссылки на вот эту вот колонку вы найдете в описании под этим видеороликом. Если это видео вам чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый-второй канал в YouTube, Telegram-канал и чат взаимопомощи. В чате взаимопомощи, такие как мы с вами, обычные люди, общаемся друг с другом и помогаем друг другу решать те или иные вопросы, те или иные проблемы и помогаем с выбором, подбором устройств и гаджетов. Ну, например, такие как колонки, наушники, зарядные устройства, смартфоны, пауэрбанки и множество другого. Делитесь этим видеороликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим оно может быть интересно и полезно. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч!